Так, ну чё, получается, привет, YouTube снова, привет, Twitch. Мы тут нежданно-негаданно получили от Банжи очередной тизер. Королева ведьмы, мир престола Саватун. Походу, тут нам тизерят локацию. Безумное царство скверны и величие, мир престола Саватун поддерживает хрупкий баланс ужасной силы. То, что она скрывает, таится здесь, в стенах её сверкающего дворца и в вязкой топе болот. Доберитесь до истины и узрите, что свои тайны есть не только у тьмы, но и у света. Ща посмотрим русскую версию, потом английскую, а потом всё это дело, ну, попробуем разобрать. Погнали. Будь осторожен. Исследуйте мир престола Саватун. Разоблащите её ложь. Заберите свет. Скажи мне, уважаемый гость. Неужели не хочется вырваться? Этот мир престол неоплечим от моего собственного разума. Каждый шаг. Каждый выстрел. Я все их храню и пересчитываю. Ещё не поздно повернуть назад. Как же она ржёт. Прикольно. Блин, и сразу у меня включилась французская версия. Не, ну... Чё могу сказать? Сюжетки у нас, походу, сегодня не будет. Потому что Банжо, наверное, на этой неделе будет хайпиться чисто на этом трейлере. Не, ну... Прикольно, прикольно. Сейчас быстренько заценим английскую версию. Так. Так. Ну, теперь быстренько заценим английскую версию. Гардиан? Гардиан, ты мне читаешь? Мы здесь, Икора. Что это место? Мы в доме того бога Канни. Ничего не будут видеть. Будьте осторожны. Гардиан, ты не хочешь пройти? Ты не хочешь исчезти? Продолжение следует... Ну что ж, идём 22 февраля. Я-то уже жду комментариев по поводу того, что в английской версии она звучит лучше, чем в русской. Но по поводу смеха КЗ. Правда, блин, я не знаю почему-то... Мне кажется или нет, но... В русской версии как-то её отчётливее слышно было. А тут как-то музыка то ли громче, то ли ещё что-то. В общем, фиг знает. Ладно, будем разбирать сейчас, что там у нас было примерно. Так, Страж, что тут у нас? Ну вот, опять показывают её там болото. Я так понял, у нас прям две локации будет. Первая, ну вот этот вот лес, да, а вторую вот уже её дворец, типа. Через которую нам надо будет постоянно перемещаться туда-сюда. Ну и судя по всему, локация будет немаленькая. Нам тут специально на этом акцент делают то, что здесь вот. Посмотрите, у нас есть такой коридор, у нас есть такой коридор. Ну а здесь, я чё-то не знаю, мне вот это напоминает внутренности дворца Каоса. Ну, знаете, там этот звёздный шпиль, когда начинается вот ещё так же. Башня, вот так вот. По такой же структуре расположен. Да-да-да, вот я про это тоже, тёмно. О, а вот это что у нас было? Чё-то живое. Вот, я не совсем понимаю, да. Они вот в куполе находятся. Зачем охотник внутри купола включает ГГшко? Ну ладно. А почему их трое, не шесть? Ну... Вряд ли это будет рейд. Они рейды в таких трейлерах не палят. Но трали бегут старые. Ну, эти, рабы. О, вот ещё какой-то... Подожди, подожди, вот здесь, на этом кадре. Чё тут у нас улей тусуется на фоне? Или падшие? Или это вообще презренные? Возвращение презренных, confirmed! А это локация Распутина очередная? Пирамидки там какие-то? Вексы? О, а вот это вот у нас что такое? Это новая способность наша, или это просто анимация специальная, чтобы создавать мосты? Как было на Дредноуте, когда мы просто призрака доставали. Ну вот эти вот имеется в виду. Телекинез Титана. Телепат. Ну, опять, очередной раз нам показали рыцаря со светом. Здесь это, я так понял, у него что-то от Титана. Он эти кирки кидает. А у Титана новая способность. У пустотного. Можно будет перед собой вот такой щит поставить. Интересно, это ульта или новый вид баррикады? Так, подожди. Немножко вперед. Скажи мне, уважаемый гост. Ну что, как она вам? Няшка? Победитель конкурса красоты 2022. Вот здесь мне интересно, что они решили. Я, конечно, как охотник мейн, польщен, да, но почему акцент сделали на этом именно классе? Почему именно его показывают? Неужели не хочется вырваться? Это они монетку кидали или что? Или это у нас будет, ну, отдельная сюжетная миссия, куда нас будут пускать только в соло, типа. И из-за этого акцент такой сделан. Потому что он ггшку в куполе прошел. Подожди, что тут у нас за пушки? Вот это волына! Как думаете, что это? Я даже гадать не буду. Ну, по-моему, это плазминка. Гадать не буду, и начал гадать. Гений. Не, ну волына большая прям. И мне что-то уже хочется. Так, ну это призрак вражеский, опять же. Тут у нас пульсовка, походу. Ну, сеты мы их уже видели, в принципе. 660-е будет. Нееет! Хотя, если она будет статистной, мне пофиг. Ну, вот серьезно. Да, призрак прикольный. Его вроде даже можно было предзаказать. Ну, типа, этот. Нормальную версию. Ну, типа, чтобы в реальном мире его потрогать. Что там за пирамида за ним следовало? Ну-ка. А, кстати, да. Лол. Реально следует. А прикиньте, это будет какой-нибудь игровой персонаж или неигровой? Действительно, идет за ним. Маунт. Такой новый вид спэрол. Так, ну, улей прислушники, это понятно. Ну да, здесь нам опять показывают презренных. То есть, про них не забыли. Они на этой локации тоже будут появляться. То есть, там в том кадре, мне, получается, не показалось. Где-то там мы до этого их видели. Что здесь презренные тоже будут. Ну, окей. А, ну, видимо, их с этого, со спутных берегов перенесут сюда. Хотя город Грёз-то у нас останется. Ну, как локация. Да, они там тоже есть. Но больше-то их нигде, по сути, нету. Ну, лады. Рад за презренных. Я все. За скорнов. Тут у нас еще. Новых ульт и нету каких-то. Каждый выстрел. Ну, это старая. Крутилка, Супермен. Храню и пересчитываю. О, здесь надо будет над чьим-то, над чьей-то баклажкой проверять. И пересчитываю. Ну, прям, я смотрю, Банжи даже не стесняется. Ну, не боится, да, показывать там крупные планы, пролет на локации, типа, то, что посмотрите, она у нас будет большая. Ну, предвестие у нас на спутных берегах просто находится. Но этот смех, это, конечно, отдельный, блин. Мем. О, подожди, подожди. Вот, то есть, нам тут показали, да, у нас будет пустотный рыцарь, электрическая ведьма и солнечный кто? Это кто вообще? Траль? Типа. Раб? Хант? Вражеский хант? Прислужник? Прислужник? Кашу. Это кто вообще? Ты что ты такое? А Саватун сама тоже. Блин. Она сама пустотная. Было бы логично ее статусно сделать, наверное, не знаю. А, хотя, подожди, она же у нас свет украла. Новая бомба у Саватун. Это они так специально решили, да, сделать? Мол, то, что у нас... Основная тема сезона это пустота. То есть, мы начнем с пусто... Мы начнем с Вайда, с Вайда 3.0. Потом дальше у нас уже будут остальные подклассы открываться. И, типа... И, типа, он у Саватун тоже есть. А что, если нам придется ее... Мы ее не одолеем сразу, а придется с ней на протяжении всего года сразу. То есть, в этом сезоне она будет пользоваться пустотой, как и мы, да? Потом, в следующем сезоне электричеством, там, к примеру. Потом солнцем. А в конце надо будет ее победить, когда она у нас еще и статус сворует. Было бы забавно. Три босса подземелья и все Саватун. Ну, ждем, че. Че тут у нас еще? Вот не могу понять, че это опять. Какая-то пушка или че? Ну, это и молд, понятно. А, пистолет-пулемет его. Осталось трига. Призрак. Ну, это все нам уже говорили. Все уже показывали. Шапочка из фольги надета, да, ребят. Шапочка из фольги. Прям. По полной надетом. Блин, а вот реально... Мне тут сейчас намекнули, да? То, что действительно, а вдруг у нас так и будет? Ну, то, что вот тут у нас три Саватун. И с каждой из них надо будет в своем сезоне сражаться. Ну, типа, это, конечно... Я бы сказал, что это немножко растянуто, да? Но учитывая то, что у нас с Саватун уже какой? Уже четвертый год? Пятый год? С нами? Ну, вот то, что она там в своей козне, по-моему, сначала Destiny 2 там нам постоянно какие-то мутит. Было бы любопытно. Ну, вот тут еще... Че тут у меня? Электричество? Электричество? Там, свечение. Этот мир-трестол не облегчим от моего... А это, подожди, у нас... Этот мир-трестол... Зеленые свечения, желтые свечения. Конечно, если натягивать там с оглу на глобус капитально, может быть, тут еще и каждая локация у нас с какой-то стихией будет связана конкретно. Видишь, она три мира показала? Три Саватун в каждом мире своя. Я не облегчим от моего собственного рамка вырваться. Это, знаете, мне напоминает комиксы DC, где вот Бэтмен пытался понять, кто такой Джокер, сел на стул все знания, да, и ему сказали, на самом деле их три. Или что-то типа такого. То есть, может быть, в этом и есть ложь Саватун, то, что она не одна такая, а их несколько. И то, что мы одну якобы пленили, дали ей там свет, думали, что мы ее контролируем, и она такая сказала, нет, на самом деле я не настоящая, я вас налюбила, блин. Как же он накручивает, да вообще. Просто сейчас с ПГС выкрутим на максимум, а потом окажется, да, то, что на самом деле все гораздо проще. Но любопытно, я бы не отказался от такого. Но, с другой стороны, три сезона с ней сражаться, мы задолбаемся. А их у нас будет четыре. То есть, надо будет одолеть в каждом сезоне по одной ее форме, то есть мы такие в конце, допустим, открывающего сезона Королевы Веймы такие, окажется то, что... На самом деле, это была одна из них. Нам потом надо будет сразиться с еще двумя в следующих сезонах, а потом в конце с ультимативной версией там. И это ее не финальный эфор. Что-то из этого. Ловушка с Аватун будет полная. Ну, блин, не знаю, не знаю. Это было бы прикольно в рамках одного сезона. Такие, знаете, типа неожиданный поворот. А так, ну, блин, посмотрим. В общем, тут чат еще навалил сверху теории по поводу того, что это могут быть с Аватун из разных... Не то, что из разных временных линий, там, из разных вселенных и так далее. Мультивселенная, Доктор Стрэндж, там, о ней мало чего известно. А, в общем, любопытно. Можете отписать в комментариях, что думаете по этому поводу. Ну, а трейлер мы посмотрели. Сейчас еще, не знаю, на сайте ничего вроде не обновилось. Тут у нас еще подъехала статья от гохи.ру, что у нас там останется в игре, что удалится. Думаю, сейчас будем это смотреть тоже. Так, ну, тут вкратце у нас ребята с сайта гохи.ру решили разобрать, что же у нас там удалится из контента. Ну, и можете либо к ним зайти, посмотреть, либо на стоп-кадре заценить. То есть у нас тут удалится сюжетная кампания дополнения. Форсекин отвергнутые, отвергнутые здесь они почему-то назвали. Сюжеты 12, 13, 14 сезонов, там, миссии, посланник, предвестие и так далее. Ну, Банжи обо всем этом, естественно, напишет еще самостоятельно, да, на сайте. Но кому вот прям хочется все это дело достать, так сказать, законным способом, да, не из монумента угасшего света или еще каким-то альтернативным способом, можно будет с этим всем ознакомиться. Ну, список, как вы видите, немаленький. То, что из игры уйдет, помимо там этого, как его называют, локации на спутных берегах. Ну, вот здесь еще также они про подготовку говорят. Кстати, да, надо бы уже потихонечку готовиться. Ну, на этой неделе у нас, к примеру, будет железное знамя, и я думаю, что засаливать контракты с него уже можно. Ну, то есть, есть вариант, что у нас еще одно железное знамя будет в феврале, да, но я, пожалуй, на этой неделе начну уже не сдавать контракты железки, да, и потихонечку готовиться к следующему сезону, ну, к следующему DLC и так далее. То есть, надо засалиться, чтобы можно было артефакт качнуть и так далее. Правда, опять же, Банжи могут всех переиграть и, как бы сказать, ну, и сделать так, что мы не сможем столить контракты на следующий сезон. Вот, знаете, я бы на самом деле не отказался от этого, ну, минус геморрой был бы. Ну, прокачка из-за этого бы сложнее стала, но, может быть, они бы этот момент предусмотрели, и нам бы не пришлось, ну, сидеть там и солить все это дело. Ну, не знаю, можете отписать, что думаете по этому поводу. Я думаю, тут не я один, там, столбался от этой засолки и так далее. Хотя многие ее не делают, там, принципиально-непринципиально, говорят, что в этом особого смысла нету и так далее, но... На старте имеет 25 ранг и почти полностью вкачанный артефакт, ну, лишним не будет, я считаю, когда ты в онгейм ходишь и так далее. Ну, в общем, на этом мы пока что ролик заканчиваем. Если будет что-то еще, если какая-то дополнительная информация появится, займемся, рассмотрим это уже на ресете. Ну, а пока что ждем окончания профилактики. YouTube, спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, комментарии пишем на канал, подписываемся и колокольчик прожимаем, чтобы не писать уведомления о выходе новых видосов. Ну, а мы пока что возвращаемся на стрим, ждем ресет. Кто хочет, заходите, вместе подождем. Как-то так.